Сегодня мы поговорим про чистки. Меня зовут Мария Фролова, я являюсь косметологом-эстетистом. Я думаю, что для многих не секрет, какие существуют сейчас чистки. Первое — это механическое, другим словом, ручное. Второй вариант — это химическое использование косметических средств. И третье — это аппаратные методики. Если говорить о чистках, кому какая подходит. Лично я, конечно, приверженник ручных чисток. И если есть что чистить, независимого типа кожи, я всегда стараюсь подключить руки. Есть базовое назначение — жирная, проблемная, комбинированная кожа. То есть это та кожа, на которой просматриваются поры. Соответственно, этой коже подходят ручные, механические чистки. Почему именно ручные? Потому что это та кожа, в которой есть что чистить. И ни один аппарат, ни одна косметическая самая золотая волшебная маска вам поры, к сожалению, не очистят. Если говорить о том, какое идет назначение ручной чистки, в первую очередь, конечно, мы отталкиваемся от показаний. От того, насколько активно работают сальные железы. От того, насколько активно происходит закупорка. Условно считается для жирной комбинированной кожи в среднем где-то раз в два месяца. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы улучшить цвет лица, для того, чтобы кожа дышала, для того, чтобы последующие уходы домашнего или кабинетного назначения были более эффективными. Почему нельзя делать чаще? Я считаю, что нет надобности, потому что пора очищена, и она должна выполнять какие-то свои самостоятельные функции. То есть мы не можем полноценно всегда работать за кожу. Мы ей помогаем, соответственно, она потом нам отвечает. То есть мы ее стимулируем для ее жизнедеятельности, для функциональности, для того, чтобы она выполняла все свои процессы. Если говорить о химических чистках, кому они подходят? Безусловно, они подходят также и для жирной кожи, и для комбинированной. Но в большей степени это кожа сухая, это кожа чувствительная. Почему именно эти чистки подходят для сухой и чувствительной? Потому что эта кожа не выдерживает механического воздействия. Как правило, это очень близко расположены сосуды. Соответственно, механическое воздействие будет более травматичным для такой кожи. В таких случаях, когда мы делаем такую чистку, мы встречаемся чуть чаще. Потому что у нас не происходит такого активного очищения. Но при всем этом сухая кожа, чувствительная кожа, конечно, жирная кожа тоже бывает чувствительной. Там чуть-чуть другая вариация. Там мы будем встречаться, скажем, чаще. То, что касается сухой кожи, там мы будем встречаться реже. Потому что у сухой кожи, как правило, это более стянутые опоры. И даже то кожное сало, которое образуется, оно просто визуально не просматривается. Поэтому мы уж так встречаемся, прям на такие процедуры совсем редко. Предварительно происходит, безусловно, очищение, эксфолиация, разогревающие маски, то ли это пилинги, то есть в зависимости от того, какой маркой мы работаем. Но при всем этом вы должны понимать, что здесь механического воздействия наших рук никакого нет. После процедуры вы встаете с прекрасным цветом лица, у вас нет никаких покраснений, шелушений. Ну и третье. Конечно, всеми пациентами это самая любимая чистка аппаратная. Сделайте мне эффективно, не больно и результативно. Ну, что могу сказать. Аппараты действительно работают. Но в сравнении с руками, повторюсь, это все-таки чуть-чуть не то. Представим, что пора – это карман, который заполнен кожным салом. Когда мы работаем руками, мы можем воздействовать до конца поры, вычистить ее максимально. Если говорить о аппаратных методиках, пора очищается наполовину. Но так как мы встречаемся при аппаратных методиках два раза в месяц, а на ручную, допустим, чистку мы встречаемся с вами один раз в два месяца, спустя три месяца мы можем сказать о том, что результат будет схож. Если говорить о аппаратных методиках, в большей степени, конечно, это кожа, которая сухая. Это кожа, которая априори не терпит никакого механического воздействия. Это чувствительная кожа. И, конечно, это та категория пациентов, которые не готовы терпеть какие-либо воздействия болевые. Потому что все-таки механическая очистка – это болезненная процедура. Аппаратная – это процедура, которая будет более приятная, процедура, на которую вы пришли, расслабились, получили результат и ушли довольны. Много существует людей, которые говорят «О, нет, я никогда, никогда не пойду, это самая ужасная процедура». К сожалению, скорее всего, это был не совсем хороший опыт. Косметология двигается вперед, косметология прогрессирует, и чистки могут быть приятными. Если у вас есть вопросы, задавайте, мы с радостью будем отвечать на них.